Ом Ти Ви Юэй про Головне. Есть у них и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Павел, вы участвовали весной 2022 года в походе российской армии на Киев. Мы уже стояли на пороге столицы Украины или Малороссии. Почему мы ушли от Киева? В чем, по-моему, по вашему мнению причины? Что помешало? Есть то, что вы сказали, да, мы стояли под Киевом, вот мы могли зайти в Киев. Это заблуждение, которое я очень часто встречаю. Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да. Украину мы как таковую победили в первые 2-3 сколько там дней, когда взяли Гастомель. Я знаю военных, которые там были и были в ужасе от того, что им было приказано оттуда уйти. Я лично знаю этих людей. И как свидетель тех событий готов опровергнуть. Значит, когда мы, я заехал, контракт подписал 23 февраля, 24 началось СВО, то есть за сутки. Но на территорию боевых действий я попал 2 марта. И когда наша колонна двигалась, я насчитал 6 колонн сожженной бронетехники, там сгоревших солдат внутри видел, еще их там не убрали, не эвакуировали. Потом пошли сведения с передовой, с Гастомеля, с Рпеня, с Бучи о том, какое кровавое месиво там началось. Дело в том, что, опять же, рассуждая о глупости и измене, нас там ждали. Нас там ждали и малыми силами оказали сопротивление настолько ожесточенное, что мы умылись там кровью. Мы там потерпели ряд таких, может быть, не катастрофических поражений, но достаточно крупных поражений. Особенно ребята из десанта, из подразделений ГРУ, которые передовые наступали, они понесли тяжелые потери. Достаточно тяжелые. Я не буду там в целях, чтобы не дискредитировать. История все равно ответит на эти вопросы рано или поздно. То есть мы ушли оттуда вынужденно, и Путин еще так красиво завернул, как будто это еще жест доброй воли. Поэтому тут мастерски, да, как тут дипломат. Дипломат, он, конечно, у нас непревзойденный. Он завернул это все, и мы еще вышли, как такие добрые ребята. Ладно, мы их там не будем захватывать. Но на самом деле там было очень горячо, там было прям жарко. Ну и поэтому, окончательно отвечая на вопрос, то есть мы не стояли под Киевом, что вот-вот мы могли зайти. Нет, мы там потерпели ряд серьезных поражений, понесли потери. И, сохранив лицо, Владимир Путин там через истамбульские договоренности, эту группировку тихонечко переместил на Харьковское направление. И уже отдохнув после Киева, я там получил простудное заболевание, месяц я дома побыл и вернулся уже на Харьковское направление. Нам только говорили, надо знак какой-то подать, что вот Россия действительно намерена пойти вот на решение этих вопросов мирным путем. Надо войска отвезти от Киева, отвели. И где они сейчас в Киевской области? Их нет. Почему? Потому что получили пиздец. Вот и все. Мы не можем врать, мы Россия, мы русский народ. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Вторая годовщина освобождения Киевской области от российских захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память убитых россиянами во время оккупации региона у мемориалов Буча, а также вручил награды военным, которые освобождали область и помогали эвакуировать гражданских. Напомню, за время оккупации россияне только в Бучанском районе совершили более 9 тысяч военных преступлений и убили больше тысячи мирных граждан, в том числе 37 детей. Именно после освобождения Киевской области прозвучали первые заявления мировых лидеров о геноцидном характере военных преступлений российской армии в Украине. Когда наши воины выгнали Россию из Бучи, Рпеня, Бородянки, всей Киевской области, а затем из Сумской, из Черниговской, каждый смог увидеть, что это победа не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали. Украинцы начали тогда возвращать нормальную жизнь повсюду, куда Россия принесла гибель и издевательство, мародерство и садизм. И убитые оккупантами наши люди, чьи тела лежали на улицах Бучи, были свидетельством, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этой битвы, потому что именно здесь, в Украине, защищая наших людей, нашу жизнь, нашу страну, человечность побеждает. Чтобы начинать такие агрессии против других, Россия сначала уничтожила в себе мораль и сделала насилие и ненависть своей идеологии. Такие системы не останавливаются просто так. Сила их останавливает. Единство их останавливает. Освобождение Бучи два года назад раскрыло ужасающие зверства россиян против мирного населения, включая пытки и массовые казни. Об этом заявили в МИДе Великобритании. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Латвии подчеркнули, Рига продолжит усилия по привлечению к ответственности виновных военных преступлениях на территории Украины. О второй годовщине освобождения Бучи написала и президент Молдовы. Освобождение Бучи разоблачило невыразимые зверства против мирного населения. Мы вместе с Украиной чтим память жертв и подчеркиваем необходимость того, чтобы демократии во всем мире объединились для достижения справедливости и продолжали поддерживать Украину. Майя Санду, президент Молдовы, соцсети ИКС. Точное число жертв российских оккупантов в Бучи до сих пор не определено. Как сообщили в полиции, все еще остаются пропавшие без вести. Их продолжают разыскивать. Также не прекращается процесс расследования военных преступлений россиян. 31 марта 2022 года полицейские одними из первых вошли в деоккупированную Бучу и видели ее трагедию. Правоохранители документировали ужасающие последствия российского вторжения. Пыточное массовое убийство мирных граждан. Разрушение. После деоккупации в Буче нашли 422 убитых мирных жителя. Но количество убитых и из-за мученных людей не окончательно, поскольку многие жители пропали без вести. Их розыск продолжается. Из сообщения национальной полиции Украины в Телеграм. Нацисты тем временем избивают на улицах людей так называемой неславянской внешности. За две недели неонацистская структура, национал-социализм, белая власть опубликовала в своем закрытом Телеграм-канале как минимум 32 видео нападения по всей стране. Об этом рассказало издание «Важные истории». Журналисты выяснили, что 23 марта в Телеграм-канале организации появился пост с призывами применять насилие против мигрантов. Группировка заявила, что цель открытых нападений, цитата, «это замена в головах людей бытовой ксенофобии, сознательной расовой ненавистью», конец цитаты. Нападения самые разные, от прокалывания шины, выбивания окон до избиения целой группой на улице. Насилие применяется как к мужчинам, так и к женщинам. Это не единственная неонацистская группировка, которая активизировалась после теракта в Крокусе. Прокремлевская организация «Русич», например, призывает не избивать людей на улице, а писать на них доносы. На фоне проявления подобной ненависти заявление Владимира Путина о демонстрации в стране уникального примера межконфессионального согласия и единства высмеяли даже сами неонацисты. Они публикуют речь президента в своих Телеграм-каналах рядом с видео, на котором четверо избивают ногами человека азиатской внешности в вагоне электрички. «Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть». Вот лицемерие, которое звучит, неважно из чьих уст, мы видим там, и этого персонажа, который с Натальей Лаченко общался, и Игоря, и непосредственно Арестовича и прочих, им всем стало жалко Украину. То есть в 2014 году, когда они ее разрывали, жалко не было. Когда 8 лет уничтожали десятки тысяч людей, тоже жалко не было. Когда не шли на переговоры, когда была возможность и не допустить СВО, тоже жалко не было. А теперь стало жалко.